Открытый телеканал представляет Израиль в одностороннем порядке прекратил, а потом изобновил операцию «Нерушимая скала». В обществе эти перепады вызвали настоящую бурю. Одни были счастливы, что наконец наступил покой, другие были в ярости. Наш вопрос. Существует ли точка, в отношении которой и левые, и правые смогли бы сказать «Вот оно! Отныне и дальше будет только лучше!» Итак, существует ли эта точка? Если да, какова она? Решение Израиля в одностороннем прекращении огня стало, на мой взгляд, очередным проявлением разобщенности нашего общества. И мне представляется, что не поддержка или наоборот порицание тех или иных решений командования Израиля должно стать решением этого вопроса. Поиск выхода из текущей ситуации должен лежать в области поиска дискурса, новой общественной идеи, национальной идеи, которая статит наш народ и наше общество. Конечно же. Только на уровне идеи, национальной идеи, которая потом станет общечеловеческой идеей, идеей единства, сплоченности, только она может дать ответ этой войне. Когда я читаю сегодня газеты и статьи, обсуждения по этому поводу, я вижу, что все большее количество людей в Израиле начинает понимать, что на самом деле важно не то, что происходит в Газии, а важно то, что происходит в Израиле. Насколько мы можем прийти к согласию между собой, с тем, чтобы выстроить вот с этой точки, о которой мы говорим сегодня, дальнейшее наше развитие нормальной жизни, когда мы перестанем рвать друг друга на части и начнем принимать решения совместные. Какие бы они ни были, они будут правильные, если их примет весь народ. И с этой точки и дальше мы, я думаю, и левые, и правые смогут сказать, если мы достигнем этой точки, точки согласия между собой, дальше будет только лучше. Это точка национального согласия. Итак, итог ваш. Национальное согласие, и не только когда есть какие-то страдания, напряженность, а чтобы и после войны мы тоже об этом не забывали. Мы полноправные хозяева своей судьбы, и только от нас зависит наша дальнейшая спокойная и тихо мирная жизнь.